офигеть я пару недель не играл зашел и на первых же секундах ее похитили привет я рома о вернули вол видимо сегодняшняя наша тема и на планете они вот так вот не запланировано как это вообще так получается что все выпадает на самар то есть я создавал аню дочь сама рельяма чтобы показать вам идеальную sims жизнь что случилось саней что случилось самар единственным персонажем которого мы не создавали ее уже похищали инопланетяне она выигрывала оскар за лучший блок на свете объехала весь мир знакома со знаменитостями и много-много чего все это было в первом сезоне если вы новенький обязательно посмотрите по подсказке но здесь мы продолжаем это в какой мы точке они как и говорил мертва кстати будет один вопрос и до конца досмотрите я просто хочу вас спросить по поводу они одну штуку лим просто ли он все что надо уже сделал самар видимо пытается не умереть от переизбытка событий своей жизни так как все внезапно началось с пришельцев я тут почитал вообще про пришельцев sims хотел о них рассказать думал то что самар теперь будет беременна пришельцем и вопрос один из вопросов был в том вообще играть ли нам дальше и за пришельца или его можно просто отправить сразу после рождения на родную планету но оказалось что беременеть могут только мужчины инопланетянами так что сам арты в безопасности хотя то же самое я говорил про аню что у нас сейчас происходит у меня был ролик где рассказывал как всеми способами можно воскресить персонажа и только один из способов действительно работает на сто процентов в любом случае если вы не были готовы и так далее вон там подсказки тыка сейчас мы этому способу следуем сделали все кроме того что поймать рыбу надо и последние несколько игровых недель мы следовали этому способу пытались поймать рыбу которую очень тяжело оказалось неожиданно тяжело поймать поэтому давайте так сегодня играем в серию а следующие ролики будут по нацу бери тем более что я вроде как обещал что с октября его начну и люди спрашивали когда уже продолжение поэтому вы пишите что мы делаем с они пытаемся ли изо всех силой вернуть или смиримся и продолжим эту историю можете в комментах здесь сделать можете по ссылке в паблике в описании вместе с вами выберем как же этот сюжет будет разворачиваться а сейчас продолжаем серию кстати скорее всего видос называется как-то связано с колодцем желаний и да наверное давайте именно этому предмету посвятим выпуск потому что предмет очень интересный и пока вы решаете оставляем аню в живых или не оставляем аню в живых не смотреть же на на просто бытовую жизнь симов поэтому колодец желаний этот предмет из каталога романтический сад вот здесь вот тыкаете и почему-то находите этот колодец в категории увлечения и навыки вот он так выглядит я понимаю что он не очень вписывается на задний дворик нашего дома но мы уберем его честно давайте разбираться первое что надо делать это естественно давать подношение этому колодцу то есть просто скидывать туда деньги как можно больше потому что если мы недостаточно щедрые тогда этот самый колодец на нас обижается и может давать нам как раз негативные всякие штуковины а во всех этих штуковинах давайте сейчас по порядку нервный срыв слушайте у сам уже даже не две звезды а всего одна пока мы тут занимаемся воскрешением наша слава пропадает с одной стороны да мы избавимся от прилива эмоций от постоянных нервных срывов и все такое но лучше бы самар быть знаменитой очень хочется показать вам знаменитость в следующих выпусках обязательно но не хотелось бы идти с самого начала опять пять штук верите поменялось лицо это лицо может быть добрым нейтральным злым и прямо смерть ну прямо летальный исход чтобы мы не пожелали желание оборачивается так что всему нехорошо что мы можем желать и первым делом давайте наверное это объем наше вложение выберем пожелать 7 миллионы и что мы можем получить зависимости от настроения нашего колодца либо при лучшем из исходов больше десяти тысяч то есть сразу отбить двойную сумму всех вложений просто на входе при просто положительном исходе нам бюджет добавляется 1000 если исход нейтральный просто открывается тайна какого-либо из персонажей мы можем начинать его шантажировать как бы можно этим пользоваться можно не пользоваться исход нейтральный не туда не сюда сами решаете что делать но если настроение колодца плохое если вы чем-то его обидели дали мало денег либо просто денег давно не закидывали тогда сим потеряет больше чем он закидывал в этот колодец при очень плохом исходе мы получим деньги но они моментально спишутся с нашего счета и это будет считаться как будто мы проиграли их в мобильной игре из-за чего у персонажа будет очень злое или сердитое настроение долгое время но смертельный исход помните если мы пожелаем денег у колодца который настроен убивать сегодня то наш персонаж во-первых потеряет кучу денег из своего бюджета семейного а во-вторых загорается как бы почему нет давай деньги горит так как мы нормально закинули нашему колодцу он доволен скорее всего мы просто получим либо 1000 либо а я не понял а почему так я немного ничего не понял почему мы потеряли деньги я только что закинул туда 5 штук окей у нас достаточно денег чтобы избавиться от 5 штук но все равно если бы это были наши последние деньги я же нормально в него закинул так давайте еще жертвовать и в полном восторге будет исполнять практически все желания да да я видел как ты работаешь давайте еще закинем еще 5000 ну и пока summer занята безусловно важнейшим делом и очень практичным для семейного бюджета а именно скидыванием пятитысячных купюр в воду на заднем дворе давайте ли вам обеспечить эти хотелки тем более что мы давненько не посещали наш бизнес а я не помню показывал я вам или нет как я немножечко переделал его мастерскую но и да нам в любом случае пришлось уехать потому как загадывать желание мы можем только раз в восемь часов что довольно редко в то же время как бы понятно чтобы просто не абьюзер этот колодец постоянно типа прикиньте закидывать туда деньги просить деньги закидывать часть денег получать больше денег бесконечная схема примерно такая кстати как у нас сейчас в нашем автомобильном бизнесе только бизнес наш работает сто процентов потому что мы его этими ручками этой головой построили да если вы думаете откуда здесь машины какой бизнес что он вообще делает там по подсказке базовые принципы на которых я строил этот самый бизнес давайте не буду показывать вам весь бизнес день что это было ты дурной просто быстро нам учусь здесь денег и вернемся к нашему колодцу желаний тем более 8 часов к тому времени должно уже пройти погнали ну немного заработали и представляете как ли он приходит домой такой просто типа я тут заработал сто тридцать тысяч долларов чтобы ты могла скинуть их в ту вонючую яму на заднем дворе финансовая грамотность уровень боженька но вернемся к этой самой вонючей яме сначала закинем еще часть денег конечно куда без этого давайте сейчас покажу вам что такое пожелать счастья и по классике что может произойти в самом лучшем из вариантов все наши положительные эмоции будут длиться в два раза дольше в течение двух следующих дней при просто положительном исходе персонаж станет счастливым на день при нейтральном он тоже станет счастливым на день но после этого дня у него появится мод лет который называется счастье не длится вечно что даст нам очень много к грусти при плохих исходах у нас он становится либо сердитым либо грустным в то время как все вокруг становятся счастливыми и естественно куда же без извращенного выполнения желания которое приводит к смерти персонаж становится очень игривым он становится очень веселым но очень велика вероятность смерти от смеха они почти умирала смеха да она почти от смеха умирал она от электричества умерла всю жизнь провела просто вот вот так вот со смертью они но сам арта должна больше повести пожалуйста о нет черт мы стали разъяренными когда персонаж такой разъяренный мы можем умереть от сердечного приступа это минус не хотелось бы чтобы они все поумирали почему все так негативно воспринимается давайте еще денег закинем может ли он более везучий сейчас расскажу про две категории одной из них мы не будем просить это желать ребенку потому что она вам нафиг не надо в этом прохождении сейчас но если пробежаться быстро то в лучшем случае у нас появляется ребенок чья черта характера гений при просто благоприятном исходе мы устанавливаем ребенка бесплатно это возможность установить бесплатно если калориус нейтрально к нам относится тогда мы просто гарантированно получаем возможность забеременеть при негативном отношении у нас не получается забеременеть в ближайшее время при очень негативном семью добавляется ребенок а но он злой что там про смерть спросите вы да добавляется мертвый ребенок вы правильно поняли почему это весело об этом говорю навыки это то что мы будем желать ли ему сейчас если очень сильно повезет тогда он просто моментально освоит любой из навыков сразу на десяточку вот так ну на может просто повезти тогда мы получим плюс два уровня к любому навыку действий у нас нету его у нас просто два уровня нейтральный и негативные варианты нейтральный у нас ускоряется обучение навыков то есть мы можем изучать можем не изучать нам просто дается возможность при негативном наоборот изучение любого навыка замедляется это это действует четыре часа очень негативный вариант как я думаю вы уже поняли персонаж вообще не может ближайшее время ничего не улучшить не продвинуть никак либо получить даже новый навык а шо ж там со смертью спросить самые умные ну тут немного неожиданно потому что персонаж становится смущенным настолько что может умереть от смущения надеюсь этого не произвели пожалуйста лим будь везунчиком в нашей семье и пакости плюс 2 классно классно как это здесь произошло а кстати вот и пожарные добавленные дополнение давайте посмотрим вы наверняка видели у кого-то еще но я вижу впервые что этот нервный срыв еще хотел позвонить пожарным зашел в телефон единственная доступная функция проверить количество подписчиков самар настоящий ютюбер о позвонить пожарное отделение не паниковать говорите да чуваки никто не желает ну знаете там не знаю пожар потушить может наша работа здесь сделано не благодарите не буду черт они что за бесполезные куски кстати вы сейчас можете заметить то что они подбегает кладет еще 5000 в нашу выгребную яму и знаете что я подумал да было бы немного реалистичнее собрать амброзию но я уже рассказал вам как это сделать и все что остается поймать рыбу что просто требует времени поэтому будем читать что все все поняли и еще один способ стопроцентный который может сработать как вы понимаете с какой-то вероятностью до сто процентов в том плане то чтобы сто процентов можем это попробовать и вот сейчас правда еще раз возвращаясь к той теме что как вы понимаете загадать желание мы можем попытаться вернуть жизнь они поэтому просто пишите стоит ли или может быть но как бы пускай это будет частью истории аня умерла оставляю все вам реально вы решаете если правда не смотрите это через год даже если вы сможете это через две недели то уже не решать извините кстати говоря о желаниях и смертельных исходах дети и подростки могут желать хорошей оценки и на удивление при том как умеет выворачивать желание этот колодец желаний как блин опять так часто повторяюсь так вот у нас отсутствует смертельный исход вообще-то для просьбы оценок ну можно бы было что-нибудь придумать но ладно я не жалуюсь как бы оказывается очень легко умереть в sims как видите у нас вся семья уже несколько раз могла это сделать и только один человек смог вот это я понимаю сырую стремленная девушка как я думаю многие догадываются до желание на карьеру тоже есть но по абсолютно понятным причинам я надеюсь понятным причинам у ребят ни у кого нет работы мы не можем пожелать поэтому снова просто расскажу как вы понимаете лучший исход мы получаем повышение мы продвигаемся по карьерной лестнице просто положительный исход это увеличенная производительность в карьере при нейтральном исходе мы просто получаем небольшой бонус при негативном исходе наша продуктивность понижается если уж совсем плохо к нам колодец относится ну и вообще не повезет тогда естественно 7 будет понижен в карьере смертельный исход до нашего сима может так понизить что он разозлится до сердечного приступа поэтому желайте осторожно у самара 5 нервный срыв они постоянно у нее происходят ей прям очень тяжело уже колодцу желаний еще одна вещь которую я не смогу показать просто потому что вот в этой династии это довольно опасно получится это пожелание молодости при хорошем очень хорошем исходе персонаж действительно просто сбрасывается в начало своей возрастной категории взрослым возвращается в самое начало своей взрослости молодой становится снова молодым подросток перемещается вы поняли зачем я объясню просто положительный исход дает нам еще несколько дополнительных дней в нашу возрастную категорию нейтральный исход делает персонажа очень возбужденным а негативный делает возбужденным после чего у нас ошалевшее состояние по негативным и смертельным я думаю тут вы уже догадались он становится либо старше просто в очень плохом случае а в смертельном ну как бы угадайте что происходит персонаж умирает так закинули еще немного денег потому что я хочу вот что сделать посмотреть сможет ли самар вообще получить благоприятный исход то у нее пока что два из двух окей будем считать что это совпадение но если три из трех то это уже правило невезучий самар почему невезучий она же была настолько интересный настолько я не знаю как работает игра давайте пожелаем навыков потому что как я говорил самар очень колоритный персонаж и разные навыки и не помешают нейтральный а максимальный а почему пакости почему всегда пакости она теперь максимально пакостливая вы понимаете ладно я приму это но и в принципе про колодец желаний все рассказано у вас всего одна задача скажите нажимать ли вот эту кнопку за аню ну и лайкайте подписывайтесь в следующем выпуске вас увижу пока